Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Алла Пугачёва оценила новую песню иноагента Бориса Гребенщикова. Естественно, в этой песне он негативно, он не называет Россией, ничего, но поёт. Никому не выйти за этого круга. Шофёр с пассажирами мочат друг друга. Старенького дедушку превратили в фарш. Весь мир, музыка, похоронный марш. Ох, во гуси-лебеди, всё наперечёт. Под лежачий памятник вода не течёт. Ну, то есть, всё в таком похоронном ключе, связанном с Россией. Править можете хоть кем, только не мной. И так далее. И Пугачёва оставила свой комментарий, написала точняк. Точняк и такой смайлик со слезой. Не смайлик, а смайлик с улыбкой. Картинка со слезой этой мордочки. Эмодзель, как это называется. Вы знаете, друзья, меня всегда удивляло. Вообще, Гребенщиков, на самом деле, когда показали слёт либерастов, вот в Израиле был. Это было года два назад. Недолго, так сказать, уже операция началась, но недолго ещё она проходила. Немного времени прошло после начала. И Гребенщиков, как, знаете, такой школьник, десятиклассник, такой набросился на этого журналиста. Ух, я сейчас там тоже. В тот момент у меня, как вот, знаете, как рукой снял вот это вот ощущение того, что он какой-то там, знаете, я не знаю, как сказать, какие-то там косички тут заплетал, там что-то там, какие-то шляпки одевал, там ещё что-то такой, мол, он какой-то философ такой, знаете, такой глубокий такой. Вот. И, конечно, в тот момент я вообще увидел совершенно другого человека, который не может владеть своими эмоциями, который может набрасываться на журналистов. Вот так его там остановила, какая-то женщина была с ним. Вот. Поэтому, вот вы знаете, когда Пугачёва пишет «Точняк», он вот такие вот песенки сочиняет, сидит, у меня всегда один вопрос. Чего он не сочиняет песенки про американцев, которые, вот Сирия, Ливия, Ирак, Югославия, ложь постоянная везде, во всех международных институтах, везде абсолютно, политизированный спорт ими, антиконституционный переворот в сопредельном государстве, который, по факту, привел к тому, что поперли на, значит, на Донбасс, они внутри своей страны. А делалось это же руками Запада для того, чтобы русскоязычное население, так сказать. Почему он не поет песни об этом? Что вы, весь мир, весь мир музыка, похоронный марш. Какие хорошие слова. Только относятся они совершенно не к России. Относятся они к тем людям, которые с 90-х годов, а даже, я сказал бы, еще раньше, решили, исходя из своей исключительности, полностью подчинить себе мир. Но мир подчинить себе еще и ложью, лживой пропагандой, абсолютно нечестными действиями, передергиванием фактов, переписыванием истории, абсолютнейшим попранием международного права. вторжением в другие государства без санкций Совбеза ООН. Причем они потом сами придут. Колин Пауэлл сидел с проверкой и говорил, вот здесь вот что-то там нашли, там в Ираке они. После того, как Хусейн потом это, значит, Колин Пауэлл сказал, что да, там ничего не было. И ничего, ни одной санкции никому никто не ввел. Нормально, да? Поэтому, вот когда такие песенки сочиняют, очерняя мою родину, и когда Пугачева там вот это вот подгавкивает, ставя вот эти вот эмодзи там плачущие, точняк, мне просто интересно, где они были, когда на Донбассе все происходило. Ее муженек сидел на Первом канале, деньги зашибал. Скорее всего, по ее протекции, я так предполагаю, как пишут СМИ. И, значит, Гребенчаков, где был, иноагент, тоже в России деньги зарабатывал. Ему абсолютно было все равно, что там происходит. Абсолютно было все равно, когда происходили события в Ираке, в Югославии, в Сирии, в Ливии. Ему все было все равно на этих людей. В Афганистане огромное количество людей, гражданских, которые там... А что, ему есть какое-то дело до... Он в Израиле сидит до газы. Да нет ему никакого дела. Глава ООН даже уже с ума сходит, так сказать, потому что там происходит, говорит, что это самое большое кладбище детей в мире, которых даже еще не доставали из-под домов, что невозможно это сделать. Такое их там количество. Поэтому, когда поют вот так, это, знаете, попытка подгавкивать с океанским куратором, но никак не объективная картина того, что происходит последние лет 30 в мире. И как одна страна, всего одна страна, погрузила мир просто в хаос абсолютнейший. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал. А услышим ли мы от них эти песни? Реальные? Я думаю, нет. Понимаете, деньги, когда у тебя за границей, на счетах, в недвижке, там везде, страшно. Подгавкивать на ту сторону страшно. Знаете почему? Заберут. Заберут просто. Без трусов оставят. И все. Поэтому лучше в эту сторону. В эту сторону. Здесь еще высокие кабинеты и могут помочь вернуться. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, в свете блокировок, замедлений Ютьюба, я вас приглашаю на свой основной канал Будда Гришна Новости в Телеграм. Там видео о политике, которых здесь нет уже давно. Новости 24 на 7, многие с моими комментариями. Мои какие-то личные фото, видео, с недавних пор картины. Все там в одном месте. Ссылочка внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Нажимайте, обязательно подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Друзья, успехов, здоровья. Всем пока, до встречи. Очень бы хотелось, чтобы как можно у большего количества людей была правильная какая-то картина мира. Не моя. Она не моя. Она вот такая, какая она есть на самом деле. Того, что происходило, начиная с Югославии и додолго до этого. И кто расширял пять раз НАТО. И чьи базы окружили полностью, так сказать, здесь все. Понимаете? Вот эту картину нужно понимать. Вот эта причина-следственная связь. От чего все идет. И когда все это начиналось. И кто это все делал? Кто устраивал антиконституционный переворот в сопредельном государстве? Неся так называемые демократические институты в разные страны, а по факту повергая их в полный хаос и лишая национальной какой-то идентичности и самобытности, просто стирая полностью все и делая людей несчастными на долгие-долгие десятилетия абсолютно. Ради чего? Ради того, чтобы ВПК работал их и ради того, чтобы экономику, огромное количество нефти в экономику качать и себе, так сказать, забирать по факту. Друзья, успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok